Девять полотен, на которых одежда автора. Ирина Загузова через них рассказывает о своих буднях. Будня художника, для которого работа, смысл жизни, а мастерская – целый мир, где гардероб носит практичный характер. Ирина показывает свои рабочие штаны, запачканные краской, футболку, обувь, передавая свое отношение к предметам одежды, на которых остались следы рабочего времени. Мне очень важно, что это именно моя одежда. Я в ней хожу, пишу, живу. И я ее написала, что это реально моя стена в мастерской белая, что это реально моя одежда. Это очень важно для меня, как в этом проекте, в этой серии. Все началось несколько лет назад. Идея создания такой серии пришла во время работы в мастерской, когда автор увидела свои рубашки на стене. Они и стали пионерами в этом проекте. Своеобразный гардероб со временем стал дополняться новыми полотнами. Ирина предлагает не просто любоваться одеждой, а всматриваться в нее. На холсте легко читается связь тела с вещами, которые берут на себя функции главного героя. Ну вот они, 9 автопортретов. То есть это и натюрморт, и автопортрет одновременно. Потому что почему меня еще заинтересовала эта тема не только визуально, когда я увидела вот рубашку-рубашку, а то, что в принципе не на мне, они все равно как-то обо мне очень говорят. К слову, Ирина не делает акцент на гендерности. Не повествует о женской доле. Манера письма свободна. Мазок широкий и легкий. Цветовое решение достаточно скупое. Но в совокупности все становится визуальным кодом, сосредоточенным на переживаниях и осознанном прохождении жизненного пути. Каждый человек имеет право самовыражаться так, как он считает нужным. И в данном случае, по большому счету, здесь нет противоречия. Потому что одежда – это действительно способ самовыражения. И хотим мы того или нет, даже известная пословица говорит, по одежде встречают, провожают по уму. Данный проект Ирина уже представляла несколько лет назад в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке к экспозиции добавилась новая работа – ботинки. Примерить взглядом одежду художника можно до 11 августа. И, возможно, для некоторых эта выставка послужит толчком к тому, чтобы по-другому взглянуть на свой гардероб, а в конечном итоге и на себя самого. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.